Всем привет, канал АМЗАП. Сегодня у нас АХ-35, пробег 177000, 15-й год, стук поршневой. Существует два варианта развития событий. Поставить другой агрегат, китайский, оригинальный. Либо второй вариант, отремонтировать его качественно, чтобы ездить долго и счастливо на оригинальных комплектующих. Сейчас снимаем двигатель, процесс уже пошел. Разберем, посмотрим, модификтуем, что там у нас. Сняли клапанную и переднюю крышку двигателя. Видим здесь небольшой вылет натяжителя для 170 тысяч. Мотор грязный у нас. По распредвалам все хорошо. У нас информация поступала о том, на каком пробеге, с какой периодичностью автовладелец менял масло? Не, ничего такого. Но твои предположения что больше? Ну, здесь либо масло редко менялось, либо менялось часто, но использовалось некачественно. Что распредвалы? Распредвалы чистенькие, все хорошо. Здесь все работает как надо. Здесь вот видим в выпуске. Четвертый сухой, а здесь все в масле. То есть прям масло летело из цилиндра в катализатор. Что мы тут видим? Видим, что много нагара и потеряли подвижность маслосъемные кольца у нас. Если компрессионные все ходят, крутятся, то маслосъемные все потеряли подвижность. А задиры самые сильные? В четвертом цилиндре у нас самый лысый поршень и самые сильные задиры. Вот так вот выглядит. Ну и грязное все. Без форсунок мотор, без масляных. По подшипникам только верхний вот. Видимо, износ только на верхних. По коленчатому валу визуально ничего нет. Так, это первый у нас. Причем с двух сторон. Как-то странно, что необычно. Радиаторы чистые, кстати. Не докопаться до радиатора. В данном случае идеальный вариант гильзовка и сборка на оригинальных комплектующих. Продолжаем работы по G4NA. Блок у нас прошел процедуры в токарном цеху. Загильзован. Как видите, коленчатый вал уже установлен на место. Да, кстати, здесь у нас ссылочка по детальной сборке и по токарным работам. Для сборки мы используем только оригинальные детали. Оригинальные качественные детали. Здесь у нас в случае конкретного повреждения коленчатого вала, невозможность его ремонта есть новый, оригинальный. Здесь у нас что? Здесь у нас насос охлаждающей жидкости, тоже оригинальный. Далее мы меняем фазовращатели из-за того, что, во-первых, пробег под 200 тысяч километров. Во-вторых, туда попадают продукты износа после образования задиров. Все равно помимо фильтра все это пролетает в момент, когда перепускной клапан фильтра открыт. Вся эта пудра улетает в систему и попадает, скапливается там, где не нужно. Сразу же меняем электрический клапан управления фазовращателями. Ну и остальное это детали разового монтажа. Болты ГБЦ. Натяжитель цепи, сама цепь, ее направляющие планки, болты шатунов, оригинальные поршневые кольца, гидрокомпенсаторы по той же причине, что и фазовращатели мы их меняем, потому что, во-первых, пробег большой, во-вторых, скапливаются продукты износа. Здесь у нас дальше оригинальная прокладка ГБЦ. Ну и мелочевка всякая, как прокладка насоса, масляный фильтр. Это у нас оригинальные подшипники скольжения шатунные. Подшипники скольжения подбираются методом селективного подбора. То есть у нас есть вот на блоке обозначение и на коленчатом валу. Все это тоже очень важно. Не просто поставить оригинальные подшипники, а именно подобрать их правильно. Здесь у нас масляный насос. Масляный насос, как правило, чувствует себя хорошо, а плохо себя чувствует его перепускной клапан, который может подвиснуть и натворить дело опять. Опять же из-за продуктов износа. Да, он подклинит и все. Как бы это дело просто меняется и все. Дальше клапанная крышка. Не так часто меняется клапанная крышка, но в нашем случае вентиляция картера, которая интегрирована в крышку, она забита. То ли некачественное масло было, то ли на нем много ездили на этом масле. Никак почистить, разобрать ее, ничего не сделать, только замену. Сейчас соберем двигатель, установим на автомобиль и покажем первый запуск. Осталось залить масло, прогреть, посмотреть все. И готово. Сейчас холодный прокрут у нас. Без топлива. Проворачиваем двигатель с отключенными форсунками топливными, чтобы масло попало в натяжители, в гидроконферсаторы, в фазовращатели. На этом будем прощаться. Больше познавательных видео на нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok